Дорогие рукодельницы, всем огромный привет! Меня зовут Юля, вы на моем вязальном канале, и сегодня у меня для вас вязальный влог. Так что, добро пожаловать и приятного просмотра! Хочу заснять, пока только начала, чтобы было видно, с чего все это начиналось. Вяжу Алисе, кроп, кофту такую, достаточно укороченная она будет, сетка, хлопок, ланагата, ой, лэнг-ярн, кватра-лейм, ну вот так вот, хлопок плюс полиэстер 4%, на 50 грамм 120 метров. Вяжу на четверочке, начала вязать на тройке с половиной на крючке, так, где у меня вообще лицевая сторона, потом перешла, распустила, перешла на четверку, чтобы было, было более такое, оно пластичное, но все равно оно не сильно. Ничего, самое главное, что натуральный состав и немножко блеска есть, немножко поблескивает. Вот, решила связать дочке такую вот кофту, то есть джемпер укороченный, с длинным рукавом, укороченный, может быть, расклешенный, дальше посмотрим, или широкими рукавами. Такой простой, интересный узор, оставлю вам в шорцах, чтобы вы посмотрели, как это вяжется. Очень классный, мне нравится вот в крючке, как выглядит этот узор, тем, что он такой стильный, такой ровненький, квадратики такие красивые получаются, мне прямо очень нравится. Обработка будет спицами, хочу сделать такой рулик, который вяжется методом лицевых петель просто, посмотрим. Скорее всего так, ну, либо резиночка будет, но именно спицами тоненькими. А все остальное крючком, вот такое вот начало. Мне кажется, будет очень красиво. Достала все свои топы, в общем, я показываю уже в определенном видео, как это все выглядит на мне. Да, я же довязала свой топ на запах, сняла мастер-класс, сегодня выгулила, чтобы сразу же, он только высох, я его выгулила, чтобы понять, насколько он удобен и насколько в нем не жарко. Сегодня у нас около 30, все прекрасно, все чудесно. Я ходила в магазин, ну, что-то купить себе, пошопиться. И, знаете, такое качество, ну, не найти вот такого качества. Настолько классное изделие получилось, пряжа шикарная. И, ну, конечно же, модель, форма, все прекрасно. Единственное, что, возможно, я здесь пару стежков сделаю, чтобы не расходилось. А так, прекрасно. Спинку тоже покажу вам. Спинка вот такая, простое полотно. Таким вот образом выглядит. Вот, ну и все остальные топы тоже достала. Все свои, которые есть. И сняла об этом видео. У меня ушло, кстати, у меня было три моточка пряжи. Осталось полмотка. Так что вот на 42-44 вполне достаточно. По поводу этикеток мне недавно пришел вопрос. Я не стала в комментариях отвечать. Отвечу здесь. Комментарий был такого типа, что, типа, мне должно быть стыдно, что я пришила этикетку. Ну, в смысле в том, что я не понимаю, зачем пришивать этикетку на вязанное изделие. Ведь оно же видно, что там пришито. Ну, это же для этого я и делаю. Я пришиваю этикетку, чтобы было видно, что есть спинка и что это хендмейд. Почему бы и нет? Вообще не вижу ничего зазорного в этом. Это наоборот. Очень упрощает жизнь, когда ты знаешь, где спинка, где перед. Чудесно, прекрасно. Иногда я делаю ниточку контрастного цвета, если это, допустим, свитер какой-то. А иногда вот делаю этикетку. И вот в данном случае я сделала. А здесь, на новом топе, мне казалось, что вырез гораздо ниже спинки, что я буду, ну, как бы, понимать сразу. Но нет, приходится сначала раскладывать, вот так вот развешивать. Потом я смотрю. Поэтому, думаю, надо пришить сюда тоже этикеточку, чтобы было удобство. Так что для удобства, для красоты. И вообще в идеале сделать свои этикетки, такие вот тканевые, да, чтобы там было ваше имя, если вы свои изделия делаете. Почему бы и нет? Это прекрасно, это чудесно. А это, если вы умеете вязать, если вы вяжете, я считаю, что этим надо гордиться. И тем, что вы носите свои изделия, вязанные вами. Таких ни у кого больше нет. Даже если вы вяжете по чьим-то описаниям, мастер-классам, в любом случае у вас получается что-то свое на свою фигуру, своим способом вязания, да, расслаблено, там, или туго вяжете. Ну, в общем, в любом случае это что-то такое, то, что связано руками, нужно ценить. И как можно более стараться аккуратно, конечно, вязать, чтобы это не было какое-то что-то кустарное, непонятное. Что мы и делаем, да, вяжем, перевязываем и так далее. Если нам не нравится, то не носим, но если есть чем гордиться, то я считаю, что надо гордиться. Так что пойду пришивать сюда этикеточку. Ну и напишите тоже, пришиваете ли вы, как справляетесь, как потом распознаете, где перед и спинка, согласны ли вы со мной, что это удобно. Вот, пишите. Поздравляю всех с началом лета и рекомендую, конечно же, заниматься спортом. И сама с удовольствием это делаю. Выбираю какие-нибудь упражнения для души, чтобы не только для тела, но и было в радость, конечно же, заниматься. Очень люблю танцевальные тренировки. И сейчас начала программу именно танцевальную. Вот с этим тренером мне понравилось. Действительно, рекомендую зажигательные тренировки. Все это, конечно, на единственной неповторимой платформе FitStars. И даже скачала себе приложение на телевизор, чтобы на большом экране заниматься. Очень эффективные программы тренировок от 7 до 30 минут на любой вкус. Без дополнительного оборудования можно. Ну, я считаю, что каждый может выделить все-таки на себя хотя бы 7 минут в день. Это не так много. Тут и похудение, и растяжка, и зарядка, и здоровая спина, йога, танцы. И все, что угодно, все, что вам нравится. Я считаю, что спорт нужен именно такой выбирать, чтобы было не скучно. Тут также есть и рецепты на этой платформе, и блог про здоровье и красоту. Можно почитать, что-то новенькое для себя узнать. Ну, и целые курсы, которые тоже могут вам помочь быть здоровыми. Я занимаюсь сейчас танцевальной программой, как я уже сказала. Я кайфую от этого. То есть мне и нравится подвигаться, и мозг работает, потому что движение запоминает. Также Фитстарс каждый сезон радует нас какими-то акциями, какими-то подарками. И в этот раз пришло лето с фитнес-приветом. Купи подписку и получи коврики, ленты, сертификаты до 5000. И свои деревья можно посадить в лесу Фитстарс. Да, легендарный безлимит вернули. И теперь можно ввести мой промокод и получить безлимитную подписку с 70% скидкой. Это очень-очень выгодно. Нужно нажать участвовать в личном кабинете. И засчитываются тренировки ваши. Вы получаете призы и подарки. Ну, и, конечно же, оставляю ссылку и свой промокод вязание. Внизу под этим видео проходите, приобретайте тариф, самый выгодный. Получасовая зарядочка, я так запыхалась. Так что тренируйтесь, становитесь здоровее. И, конечно же, более подтянутая фигура от этого спорта. И здоровье, и счастье, улыбки. Дорогие, сегодня мы с вами свяжем вот такой вот узор. Научимся вязать. Это один из моих самых любимых узоров крючком. Здесь не важно, какая толщина у нити, не важно, какой крючок. Я покажу вам сам принцип. Посмотрите, чем хорош этот узор. Он представляет собой четкие, ровные, красивые квадратики. Полотно не косит. И выглядит очень стильно. Из таким узора можно связать и платье-сетку, и джемпер летний, и какой-то кардиган. Все, что угодно. Я вязала и платье дочери, и вот в данный момент вяжу ей джемпер как раз-таки летней сеткой. Итак, приступим. Мы набираем число петель, деленное на 4, плюс 1 петлю дополнительно. Вот, например, я на свой джемпер на детские набрала 80 петель. Теперь еще 1 петлю набираю. Дальше я набираю 3 петли. Это мы уже начинаем вязать первый ряд. Провязываю столбик с накидом вот в эту петлю, в четвертую. Так. Это у нас начало ряда. Теперь 2 петли. Воздушные. Столбик с накидом буду делать. Буду делать в третью петлю. Раз. И второй столбик с накидом в соседнюю. Два. Дальше опять. 2 воздушные петли. Накид. И вот сюда. В третью петлю цепочки. И вторую. И так далее до конца ряда. И подбираемся к концу. 2 петли. Провязываем столбик с накидом. И последний тоже столбик с накидом. Разворачиваемся. Провязываем 1 воздушную петлю. Столбик без накида. 2 воздушные петли. И здесь у нас. И здесь над предыдущим рядом. Мы провязываем 2 столбика без накида. Там у нас были с накидом. Теперь без накида. Опять. Над 2 воздушными петлями. 2 воздушные петли. Столбик без накида. Столбик без накида. И так далее. Подходя к концу. Мы провязываем 2 воздушные петли. Столбик без накида. И второй столбик без накида. Дальше мы провязываем 3 воздушные петли. И начинаем все сначала. Столбик с накидом. 2 воздушные петли. 2 столбика с накидом. И так далее. Спасибо за внимание. Вяжите со мной. Так. Показываю, что у меня тут. Я уже сшила 2 детали. И хочу обвязать. Обвязывать буду спицами. Горловину. Вот. И смотрю, думаю, не коротковато ли. Может быть, довяжу спицами. И не узковато ли. Возможно, сделаю здесь вставки. Вот. Ну, это не для мастер-класса. Поэтому экспериментирую, как хочу, как могу. Такой творческий полет фантазии. Достаточно глубокая горловина. Немножко я ее обработаю, чтобы было красиво. И пойду дальше творить. Подумываю, чтобы сделать рукава спицами. Чтобы не уходило много пряжи, во-первых. И не было тяжелым полотно. Потому что все-таки крючок... Да. Крючок забирает пряжи больше. И кофточка будет тяжелая. Я этого не хочу. Чтобы она недолго сохла. И вообще ребенку все-таки носить. Так что... Ну, короче говоря... Надеюсь, вы меня понимаете. Тяжелое изделие. Носить не очень хочется. Так что рукава, скорее всего, будут тоже спицами. Как и обработка горловины. Выберу какой-нибудь узор. Тоже сетку. Наверное, буду вязать не в круговую. А наберу без смыкания в круг. Буду вязать просто полотном. Как-то так. Широкие хочу рукава сделать. Такую интересную вещицу вяжу летнюю. И хочу показать, что у меня в данный момент. На каком этапе. Вот так вот выглядит джемпер. Так, как бы поймать, чтобы не засвечивалось. Вот, немножко затемнило, но зато видно. Вот. На таком этапе это будет, как я уже сказала, укороченное изделие. Но спицами я еще доработаю. Здесь по краям я тоже сделала вставки спицами лицевой гладью. Смотрите, что я сделала. Я связала спинку, я связала перед. Я обработала горловину. Я набрала вот здесь вот спицами. Связала где-то рядов 10, наверное, лицевой гладью. Дальше набрала с этой стороны и методом трех спиц сшила. И с этой стороны тоже самое. Дальше я набрала по кругу этой проймы петли. И вяжу узором уже на спицах. И он мне нравится не меньше. Очень классный узор тоже. Наверное, я сделаю на него, ну, такой небольшой мастер-класс. Уже выставлю на бусте. И этот тоже туда же выложу отдельно. Пусть будет у меня там. В общем, вяжу рукава спицами, а тело крючком. Интересно, что получится. Рукава будут достаточно широкие. Я их не сужаю. Вяжу просто прямо. Для дочки, надеюсь, что это будет вполне себе так широко. Хочется, чтобы изделие было такое свободное, продуваемое, такое легкое, красивое. Вот все, что у меня на спицах. Но еще покажу вам кое-что, что начала, чтобы было более интересно. Знаете, когда одно изделие вяжешь, надоедает. Вот мне точно. Напишите вам, так же или нет. Но больше двух я обычно не развожу процессов. Поэтому вот второй проект у меня сейчас тоже покажу вам. Очень красивый. Цвет красивый. Пряжа классная. Я ее, кстати, уже порекомендовала в Телеграм. Подписывайтесь и на Телеграм тоже. Я там практически каждый день. Так что там увидимся. Всем большой привет еще раз. Я начала еще один проект. Давно лежала у меня пряжа прекрасная. И даже связан был образец. Сейчас покажу, какая пряжа. Цвет чудесный. Зеленый. Один из моих любимых. Так что руки чесались начать что-то такое. Какое-то большое изделие. Но сильно шерстяное не хотелось. Я в своем Телеграм недавно опрос проводила. Вяжете ли вы летом? Что вяжете? Вяжете ли вы теплые вещи? И многие девочки вяжут. Многие рукодельницы вяжут. Потому что, как говорится, готовься они летом. И лучше, конечно, вязать ближе к весне уже летние вещи, чтобы успеть поносить. А летом, ближе к осени, вяжем зимний, чтобы тоже успеть поносить. Подготовить, так сказать, гардероб к сезону. Так вот, я вяжу с горловиной небольшой такой, небольшая горловинка, тут воротничок такой. Это свитер-джемпер пряжа по пряже. Лана Фреско пряжа называется. У меня, по-моему, 10 маточков. Может быть, меньше, может, 9. В составе 50 мериносовой шерсти, 50 хлопка. Поэтому вязать не очень жарко. Приятно очень. На 50 грамм 95 метров. Это пряжа от Сиам. И цвет 909. Оставлю на нее ссылочку. И там промокод тоже будет. На любую пряжу. Кроме каких-то определенных артикулов. Вот. Пряжа лежала давно. У меня такая. И еще есть. Покажу. Вот такой вот оттенок. Я даже, если честно, не думала, что это одинаковая пряжа. Почему? Почему-то у меня в голове было, что это разные артикулы. Но, да, это одинаковый артикул. У меня вот такой вот горчично-желтый. Брала когда-то на осеннюю кофточку. Так и не связала. И зеленый. Очень классная пряжа. Мне прям нравится. Я, кстати, вязала только образцы. Образец на желтый у меня тоже есть. Вот такой вот. Такой образец. Такой вот красивый образец. Какая-то ниточка. И так руки не дошли до этого изделия. Смотрите, красиво выглядит в узорах, в аранах, в ажорах. И, я думаю, просто лицевая гладь тоже. Тоже симпатично смотрится. Очень ровненько получается из нее вязать. Я на четверке, на тройке вяжу. Взяла вот этот образец, по-моему, три с половиной, а этот на четверочке. И приятное такое нежное полотно. Оно как будто бы немножко шелковистое, но при этом матовое. Нравится эта пряжа. И за счет мериноса она, конечно, будет давать и тепло в том числе. И поэтому решила связать себе на осень, на зиму такое изделие. Не знаю, дойдут ли руки вот именно до этого узора у меня и до этого изделия. Может быть, да. Знаете, если я вот это свяжу, может быть, у меня появится вдохновение, конечно, другим узором. Другое изделие, но свяжу тоже из этой же пряжи. Потому что она хороша, как я уже сказала. И, да, в перерывах между сеткой, которую я вяжу крючком, я решила вязать спицами вот такой вот яркий цвет взять. Ну и на этом я свой влог заканчиваю. Спасибо всем огромное за внимание. До скорых встреч. Всем пока.